По роду своей деятельности мне приходится заниматься лабораторной диагностикой. Это метод, который позволяет выявлять те или иные функциональные нарушения у человека. Нередко приходилось сталкиваться с ситуацией, когда попытки помочь пациенту с выявленной патологией были недостаточно успешными. Пациент проходил все необходимые инструментальные методы диагностики, и через некоторое время проблема возвращалась, либо ему предлагали сразу делать операцию. Вот, собственно говоря, неудовлетворенность пациентов такого рода ситуации, она и подтолкнула к поиску новых методов терапии. И так случилось, что меня познакомили с этим методом не врачи, а обычные совершенно люди, то есть я от них услышал об этих приборах. Ну и, собственно говоря, мне стало интересно, что это такое, тем более, что по первому образованию я связан был с техникой. И уже потом, после получения медицинского образования, у меня сложился некий концепт, который позволял сочетать и те, и другие знания. Когда я услышал и почитал об этих приборах, подержал их в руках, то есть я понял, что это совершенно новое направление в медицине. Сейчас я постараюсь сказать, почему я так считаю. Это не голословное утверждение, оно основано на комплексе тех достоинств, которыми эта терапия обладает сразу всеми этими достоинствами. Но первое и самое главное, это эффективность этой терапии. Опять же, по отзывам пациентов, по опыту применения этих аппаратов. Второе, это безопасность. Можно их поменять местами, но от этого, как бы, одно без другого просто становится ненужным. Третье, портативность. Они портативны, а это означает, что пациент не привязан, и не нужно ему ходить либо в дальной стационар, либо ложиться на госпитализацию для проведения, либо посещать, скажем так, физиотерапевтическое отделение, если таковое лечение назначается. Ну и четвертое, это универсальность. То есть приборы позволяют программировать целый набор функций, которые позволяют восстанавливать функции разных органов, либо проводить этиологические лечения при целом ряде инфекционных заболеваний. Пятым пунктом, это лекарство, которое всегда при тебе. Он ничего почти не весит, но он весит 100 грамм. Его можно носить в сумке, в кармане. Это аппарат, который, кстати, позволяет эффективно поддерживать иммунитет в период эпидемии. Есть такая интересная программа, я бы сказал, даже уникальная в своем роде. Это программа активной защиты. Так вот она показана всем и каждому. Ее нужно делать просто профилактически каждый день. И если вдруг появляются первые симптомы гриппа, эту программу нужно немедленно включить несколько раз. И тогда организм успевает отреагировать на вторжение инфекционное, и болезнь не развивается. Любая болезнь это противодействие повреждающего фактора и защитных факторов. Если вовремя среагировали защитные факторы, патологические реакции не успевают развиться. То есть инфекционный агент не успевает развиться. Его, можно сказать, блокируют на входе. И тогда болезни нет как таковой. Так вот, профилактическая направленность у этой терапии, пожалуй, выражена намного более ярко, чем просто у вакцины. Вакцина это всегда вторжение. Неважно, ни одна вакцина, это малая болезнь, она не проходит без следа. Даже если удалось на сегодняшний день решить проблему, вопрос еще удалось ли. Все равно это за счет тех резервов, которые организм потратил. Здесь же резервы привлекаются строго по необходимости, привлекаются строго по времени и в нужной дозе. Не более. То есть вот этот комплекс, который сам по себе уже является уникальным, будучи собран в одном продукте, он делает появление этой линейки приборов совершенно уникальным явлением в медицине. Я, пожалуй, не смогу припомнить какой-либо другой метод, который бы сочетал в себе сразу все эти достоинства. И это, я считаю, одним из ключевых моментов, который обрекает данную технологию на успех. Медицинскую технологию на успех. Какие недостатки или что не удовлетворяет сегодняшнего пациента в традиционной медицине? Мало того, что пациент нередко вырывается из своей привычной жизни, будучи госпитализированным, часто эта терапия обладает побочными действиями. Что бы мы ни взяли, либо химиотерапия, любой препарат, неважно, введен он внутривенно, введен он парентерально, введен он пероз, то есть через рот. Любой препарат, за исключением травяных экстрактов каких-нибудь, он обладает побочными действиями. То есть лечение идет за счет резервов организма. Если же пациенту предлагается оперативное лечение, а это нередко, то здесь напрямую идет лечение за счет резервов организма. То есть оставшаяся функция восстанавливается за счет того, что осталось после операции. И сейчас пациенты, они имеют возможность выбирать. И поскольку они ищут, где и как выбрать методы своего лечения, они начинают искать достаточно активно. После того, как мы суммируем весь этот комплекс вопросов, мы поймем, что ни один метод лечения в традиционной медицине не повышает резервов организма у пациента после лечения. В любом случае наносится вред, который компенсируется за счет резервов. Чем отличается здоровый от больного? Тем же, чем отличается молодой от старого. У молодого есть резервы, у старого резервов нет. Поэтому он начинает болеть при небольшом толчке извне, при небольшом повреждении, будь то инфекционная, травма, нарушение диеты, еще и еще и еще. То есть мы получаем ситуацию, в которой сегодняшняя медицина не может предложить оздоровление с перспективой на будущее. Она всегда часть этого будущего отнимает. Я ничего не хотел бы сказать о том, что эта медицина совсем не нужна. Это неправильно. Она так исторически сложилась. Бывают ситуации, когда традиционные подходы остаются вне конкуренции. Например, травмы, которые требуют экстренного вмешательства. Травматология всегда будет областью, где хирург будет главным человеком. Бывают ситуации, когда терапия с помощью антибиотиков бывает крайне необходимой и по жизненным показаниям. Особенно эти вещи бывают в реанимации. Но масса других случаев, при которых нет этих двух крайностей, и пациент, вообще говоря, может плавно, без побочных действий, в удобном для себя режиме, не отрываясь от привычного образа жизни, проводить эффективную, мягкую, удобную терапию. Вот как раз в этом случае портативные приборы электромагнитной терапии и являются тем звеном, который отсутствовал и соединял бы вот как раз эти две крайности. Таким образом мы получаем, что вот это утверждение о совершенно уникальном явлении, оно состоялось. Мы имеем линейку двух приборов, вернее, две линейки приборов. Это этиологические приборы, которые действуют на инфекционный агент. И второе, патогенетические приборы, которые восстанавливают функцию. И в первом, и во втором случае мы имеем комплекс взаимосвязанный. То есть они необходимы друг другу. Если мы устраняем инфекционный агент, если мы устраняем причину, которая вызывает заболевание, мы должны восстановить и то, что эта причина нарушила. Ну, например, она нарушает ткань, слизистую, допустим, она нарушает моторику, она нарушает кровоснабжение. Вот все эти функции, нарушенные, мы в состоянии после уничтожения инфекционного агента восстановить с помощью патогенетического прибора серии ДЭТА, который восстанавливает кровоток, который восстанавливает перистальтику, который регенерирует слизистую, который устраняет болевой синдром, отеки, ну и так далее, и так далее. То есть в зависимости от того, как построена терапия, мы можем гибко комбинировать весь набор этих функций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова